Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! Начало недели у кого-то с понедельника, у кого-то с воскресенья, у кого-то неделя вообще пока не началась. Да, Максим Перенчук всегда первый, чаще всего первый, всегда нельзя сказать, часто первый. Ботертов, Яков Шатадин, всем шалом! Ботертов, Виталий Амельчук, шалом! И так, значит, мы собираемся и продолжаем изучать притчи царя Соломона, Тора, божественная мудрость, то, что называется хохма, божественная мудрость. Мы изучаем сейчас то, что Бог, когда создавал мир, Он рассказал, как в этом мире жить, что делать, для чего, как, и вот мы все это изучаем. И Леся Моренец, шалом! Александр Ицкоксанин, шалом! Всем шалом! И так, значит, мы продолжаем изучать, и мы сейчас перешли экватор. Мишли, пятнадцатая глава, мы сейчас начинаем пятнадцатую главу, Зигрида Спроджи. Интересно. Вот. Хорошо. Лея Каплан, шалом! И вот, значит, мы дошли до того. Пятнадцатая глава начинается с отрывка следующего. Значит, говорит нам царь Соломон, говорит нам следующие слова. Значит, дословно переводится так. Маане, это как ответ. Ответ мягкий возвращает или убирает хема. Хема это гнев. Гнев, хема это гнев внутри. Сейчас мы и разберемся. Бывают же разные гневы. Удвар Эцев, Эцев это тот же корень от Сув, это грустный. Эцев это тяжелый, такой, значит, и ответ, ответ, вот, негативный ответ, да, можно сказать, переводят. Здесь резкое слово, но я Эцев не видел, что это резкое. Эцев это больше такое грубое, грубое и грустное ответ. Он Ялеав, он поднимает гнев. Значит, давайте разберемся, что такое гнев, что такое ярость, что такое раздражение. У каждого человека внутри есть некое эмоциональное состояние, которое ему сигнализирует о том, что происходит в его жизни. Эмоциональное состояние человека это очень четкий индикатор того, как разворачивается в данный момент его жизнь. Если вот за телом наблюдают через температуру тела, то вообще глобально за жизнью наблюдают за эмоциональным состоянием человека. Теперь есть позитивные эмоции. Позитивные эмоции это интерес, это радость, это счастье, это любовь, это восхищение, удивление, ну и так далее. Это все позитивные эмоции. А есть эмоции негативные. Это скука, раздражение, гнев, ярость, злоба, зависть, ну и так далее. То есть все эти негативные эмоции, они показывают, что человеку сейчас плохо. Он, значит, его жизнь больна. Конкретно он, его жизнь сейчас не работает. То есть что-то с ним не так. Ему плохо, значит жизнь не работает. Теперь в этом отрывке царь Саламон нам объясняет, есть хама. Хама это внутренний гнев. То есть вот у меня, например, вчера было очень внутри такое состояние, вот прямо, ну такое раздражение, гнев такой даже, можно сказать, не хама. Хама это сильный гнев. А у меня было такое вот какое-то раздражение. И я искал, что в моей жизни, что же меня так расстраивает, раздражает. И, значит, обычно происходит, когда человек ожидает от жизни, от других людей, от себя, ожидает чего-то, а это что-то не происходит или происходит прямо наоборот, то у человека возникают вот эти негативные эмоции. Вот Елена Шверк, она очень позитивная девушка, я ее знаю вот уже много лет. И Елена, она позитивная почему? Потому что жизнь вокруг, она вписывалась в ее ожидания. Поэтому она радостная, когда у человека реализовываются цели, когда у человека реализовываются его желания, он радуется. Когда ему вдруг везет там и так далее, все отлично. Но если вдруг, если вокруг, вокруг, вот твои ожидания, люди вокруг, они начинают вести себя не так, как ты хотел бы, тогда возникает вот эта вот хама. Теперь чаще всего, чаще всего люди связывают свои страдания с другими людьми. Вот Раиса Васильевна знает это, да? Что вот кто-то там, можно на кого-то обижаться, на кого-то гневаться. Почему это происходит? Другие люди, они делают что-то неправильно, с моей точки зрения. Они делают что-то для меня, ну такое прямо вот, я не хочу, чтобы они это делали. И обычный человек, он в этот момент, когда его кто-то гневает, он делает замечание. А вторая сторона отвечает как-то. И вот здесь как раз первый отрывок 15 главы, он нам объясняет вот эту схему. То есть, если кто-то внутри гневается на другого, и он с ним начинает общаться, то если тот ему ответит, ма-ан-э-рах, если тот ему мягко ответит. Вот, например, там кто-то начинает на вас кричать, вот, ты меня опять там обманул, ты опять опоздал, там кто-то гневается на вас, а вы ему говорите мягко так. Ну, очень извиняюсь, бывает, бывает, да. Он, вот, ты опоздал. Да, я опоздал, бывает, очень извиняюсь. Как ты мог опоздать? Да, вот, как я мог опоздать, да. И вот, ма-ан-э-рах говорит, ответ мягкий, утверждает царь Соломон в первом отрывке 15 главы, он, яшив, он утихомиривает гнев внутренней другой стороны. Понятно, да, идея? То есть, если вы хотите, чтобы люди вокруг не гневались, то нужно научиться внутри себя говорить мягко и отвечать мягко, и не переходить на повышенные тона. Но, в Эдавар Ацев, если вы ему ответите резко, а ты что, сам не опаздываешь? Ты на себя посмотри. Ты что, не опаздываешь? А ты вчера еще хуже сделал, чем я. Что говорит нам царь Соломон будет? Я-ле-ав. Оно поднимает ярость. Ярость – это высказанный гнев. То есть, есть хама – это внутренний гнев, есть ярость – это высказанный гнев. И, если ты так ответишь, вторая сторона ответит тебе открытым гневом. Ну, теперь мы все можем из личного опыта вспомнить, как это в жизни бывает. Но теперь вопрос, гневаться вообще – это хорошо или плохо? И ответ однозначный. Тора нам говорит, что гневаться категорически нельзя. Гнев он разъедает, он убивает, уничтожает отношения. Написано, что гневающийся в сердце, он как будто бы служит идолом. Как будто бы служит идолом. И, значит, кто хочет стать идолопоклонником? Никто не хочет. Поэтому нужно уметь убирать свой гнев, убирать гнев вначале у себя, а у других людей мы уже знаем как. Мягкий ответ – он гасит гнев. Вот нужно говорить мягко, не поднимать тон, спокойненько так. Гневный человек кричит, а вы ему – что, что? Есть, кстати, я вспомнил сейчас анекдот про гнев. Как-то профессор психологии в институте объяснял, что такое гнев. И он говорит студентам, уважаемые студенты, есть три стадии гнева. Первая стадия гнева, она называется легкое раздражение. Легкое раздражение – это когда реальность не вписывается в ваши ожидания. Например, и он берет телефон, набирает какой-то номер и спрашивает, говорит, здравствуйте, Сергея, позовите, пожалуйста. На громкой связи включает ответ с той стороны. И с той стороны, как раз, человек, который не изучал Мишли, и поэтому с той стороны человек ему отвечает достаточно резко. А неспокойно говорит, вы знаете, Сергея здесь нет, вы ошиблись номером. Понятно, вычеркните, пожалуйста, этот номер и больше сюда не звоните. Значит, профессор выключает телефон и говорит, это была первая стадия гнева, называется раздражение. Реальность не вписывается в ваши ожидания, кто-то вдруг делает то, чего вы не ожидали, и внутри у человека возникает раздражение. Он говорит, бывает вторая стадия гнева, это когда реальность, она очень сильно не вписывается в ваши ожидания, и вторая сторона, например, второй человек, он осознанно делает что-то против вас. Осознанно, или вы думаете, что он осознанно делает что-то против вас. Он берет тот же самый номер, делает повтор, опять звонит по этому же номеру и говорит, здравствуйте, Сергея, позовите, пожалуйста. С той стороны человек уже, он же не учил Мишли, он не учил первый отрывок и не знает, что кроткий ответ, он гасит гнев. И он, значит, с той стороны он кричит в трубку, говорит, я вам сказал уже, мужчина, не звоните сюда, у вас неправильный номер, сердея здесь нет, понятно вам? Все. И положил трубку. Профессор кладет, говорит, это была вторая стадия гнева, когда реальность не вписывается в ваши ожидания, и вы активно начинаете бороться с реальностью. Теперь третья стадия гнева, это ярость, когда реальность, она реально двигает против вас. И он берет телефон, набирает этот же номер и говорит, слышишь ты, Сергея, позови, я тебя сказал. С той стороны на него начинают орать, прямо с... Ааа, я тебе сказал, нет, это тут Сергея, вычеркни этот телефон, забудь этот номер, убейся сам, спрыгни с балкона. Я тебя сейчас приеду, убью, кричит с той стороны человек. Профессор кладет трубку и говорит, видите, это была ярость, это была высказанная ярость, это третья стадия гнева, которую вот мы сейчас изучили на примере. Тут один студент говорит, товарищ профессор, говорит, у меня есть дипотеза, есть еще четвертая стадия гнева. Тот говорит, профессор, ну-ка продемонстрируйте. Этот студент берет телефон, набирает тот же самый номер и говорит, здрасте, это Сергей, мне никто не звонил, скажите, пожалуйста, это Сергей. И, значит, ну, на той стороне, я не знаю, может человек умер, может быть человек от ярости. Знаете, бывают люди, они от гнева и от ярости, они могут умереть. У них инсульт может быть или, может быть, не дай бог, у них инфаркт. То есть, когда люди не согласны с реальностью и вместо того, чтобы ее принять, они воюют с ней и гневаются, и воюют с другими людьми, то четвертая стадия гнева – это смерть. Поэтому Тора категорически против гнева в любых его проявлениях. И нас учит царь Соломон, что если вокруг тебя кто-то гневается, то тогда манерах яшив хама. То есть, ты можешь мягкими ответами гасить гнев окружающих. То есть, ты тогда пожарник, пожарник в окружающем тебя мире, и ты мягко разговаривая, ты гасишь гнев окружающих людей. Теперь второй отрывок. Но как с собой-то быть? И во втором отрывке нам царь Соломон объясняет, как быть с собой внутри. Второй отрывок звучит так. Лашон хахамим, значит, язык мудрецов, тейтив даат. Он улучшает познание. Язык это, язык же внутри находится. То есть, язык это имеется в виду внутренний диалог. И здесь написано так, что внутренний диалог мудрецов, хахамим это те, которые живут по мудрости Торы. Так вот они, тейтив даат, они улучшают познание. Познание это восприятие мира. Слово даат, это восприятие мира через органы чувств или через абсолютно ясное понимание. Сейчас мы разберемся, бывает ли вообще это даат. Упи ксилим, а род ксилим. Ксиль это грешник по вожделению. Это тот человек, у которого его интеллектуальная часть и эмоциональная часть, они расходятся. И он знает, что Бог запретил что-то делать, но он не может это не делать. Он хочет это делать и он идет за своими желаниями. Это называется грешник по вожделению. Так вот рты этих ксилим, этих грешников по вожделению, ябию и велет, они выражают, высказывают, и велет это глупость и сомнение. Теперь смотрите, что происходит. Что происходит. Вот человек, каждый из нас, он воспринимает окружающий мир сквозь фильтры своего восприятия, знания о мире. Например, вот смотрите, можно ли воспринимать реальный мир? Давайте посмотрим. Кто воспринимает реальный мир? Вот я, допустим, я привел такой пример. Какой-то человек ел фихуа. Такой есть фрукт, фихуа. У тебя ел фихуа. И вот я пытаюсь объяснить, например, Ине Хопте про фихуа. А Ина Хопта фихуа не ела, не видела и про фихуа не знает. И я, значит, ей объясняю. Ина, значит, вот фихуа, это такой вот фрукт, он такой зеленый он, да? Она говорит, какой зеленый он? Зеленого цвета, есть 100 оттенков зеленого цвета. Я говорю, ну он зеленый такой, он похож на... Я пытаюсь найти слова, но я никогда в жизни не передам, не передам Ине Хопте фихуа. Она, как бы я ни старался объяснить ей про фихуа, я никак ей не смогу передать суть фихуа. И получается, что каждый человек, он живет в окружающем мире, он себе описывает этот окружающий мир, он его интерпретирует, он другим людям передает свою интерпретацию, свое объяснение. То есть, даат, это уже то, что возникает в итоге создание вот этого мировосприятия, мировосприятия своим, самим человеком. Теперь говорит нам царь Соломон, смотрите, что он нам говорит. Значит, мудрецы Торы, язык мудрых, хахамим, он улучшает познание. То есть, мудрец Торы, есть, мы учили в Пертьевод, есть несколько мишнает, которые говорят на эту тему. Одна была такая, что сделай себе Рава и приобрети себе друга. Вы авы данет коли адамли кавсхуд и суди каждого человека с хорошей стороны. Даниэль Гликман, Шолом, давно не видел Даниэля, мы с ним когда-то вместе в Ешиве учились. И вот, значит, говорит нам мишна, что суди каждого с хорошей стороны. Потом есть такой вопрос, там тоже задается Рабан Йоханнен Бен Закайлом, и он спросил своих учеников, какой путь прямой, по которому человек присоединится к Богу. И там Раби Лезер, Бен Нурканас, он сказал, айн тува, хороший глаз. То есть, когда мудрец, вот царь Соломон дает, как бы, он дает во втором отрывке совет, как не гневаться. Язык мудрецов, он улучшает познание. То есть, мудрец, он смотрит на ситуацию и говорит, все, что Бог делает, все к лучшему. На всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит твои дороги. То есть, мипильон лотоце того твораот, от Бога не выходит ни добра, ни зла, от Бога выходит возможность каждому из нас создавать свой мир. То есть, мудрец Торы, он все время улучшает ту реальность, которую он воспринимает. Поэтому он не гневается. Если даже, я помню, я когда-то читал про Рабина Ахмана из Бреслова, когда у него было путешествие в Израиль. И в те годы путешествия в Израиль, это было вот каждый час, это опасность для жизни. Корабль, война, холера, чего только не было. И вот он доехал до Израиля, едет он обратно из Израиля. И в каком-то месте он был, у него был его помощник, и к ним, значит, было там три каких-то еврея тоже таких, грубияна. И они начали насмехаться над Рабин Ахманом. И этот его помощник говорит, давайте я им скажу, кто вы, что вы велите там раввин и все такое. А Рабин Ахман ему говорит, нет, говорит, не надо, пускай, говорит, смеются надо мной. Это когда царь Давид, он убегал от Авшалома, и Авшалом, его сын, пошел на него войной. И его кто-то начал позорить, и военачальник говорит, давай я убью эту собаку, которая тебя позорит, ты же царь. Царь Давид говорит, нет, говорит, это не он меня позорит. Это Бог, ну, Бог со мной разговаривает. И, наверное, я сколько согрешил, если у меня сейчас такая в жизни ситуация. То есть идея была такая, что я сейчас своим позором, я искупаю свои грехи. То, что сейчас на меня идет какая-то ситуация, которая мне не нравится, это Бог со мной разговаривает, Бог меня любит, Бог увещевает меня через ситуацию. И гневаться на Бога, это глупее нет поступка. Поэтому, когда, я помню, римляне убивали каких-то мудрецов, и один из них говорит римлянам, чего мне на тебя гневаться-то? У Бога много посланцев. То есть это сейчас Бог, он, значит, так решил, как я могу гневаться на Бога? То есть вот этот подход мудрецов, он позволяет им не то, чтобы не гневаться, а из всего, вообще из всей своей жизни, из каждой секунды извлекать большую пользу и приближаться ко Всевышнему. И от хорошего, и от плохого. Как есть такая, есть мишна такая, да, в трактате Брахот, что Хаяф должен человек благословлять на плохое, как на хорошее. То есть то, что тебе кажется, что это плохое, это не плохое. Это Бог тебе прислал что-то, из чего ты должен выучить, понять, осознать, искупить и так далее. От Бога плохого не происходит. Теперь, а что делают уста грешников? Упик, Селим, Ябию и Велет. Уста грешников, они ко всему относятся со скептицизмом. Скептицизм и такая критика, издевка, да. Да, то есть и Велет это от слова улай, может быть. Ну, конечно, это все. То есть он даже на хорошее, грешник, он не может же сказать, что это от Бога. Потому что если он скажет, что хорошее от Бога, значит, тогда надо делать то, что Бог сказал. Потому что если Бог мне дает что-то хорошее, у меня же должна быть благодарность. Так грешник, он не хочет с Богом быть во взаимоотношениях. Он говорит, да, хорошее случайно я сам себе сделал. Не, не так. Он обычно так говорит, хорошее это я себе сделал. Если у меня все хорошо, какой я крутой красавчик. А если что-то плохое, он говорит, это, во-первых, люди вокруг виноваты, во-вторых, это случайно, и никакой тут нет закономерности, я хороший, все случайно. И тогда вот мы учили, последняя недельная глава была, Бехокатай, когда Бог говорит, если вы скажете, что все случайно, я вам всеми родам. Всеми родам, чтобы вы поняли, что все, что переходит, все не случайно. Хорошо, значит, это был второй отрывок. И мы на втором останавливаемся тогда, да. То есть первое, мы изучили сегодня, как убирать гнев окружающих через спокойствие, через мягкий ответ. Второе, мы изучили, как не входить в гнев, это язык мудрецов, он улучшает восприятие. То есть он так интерпретирует восприятие, так интерпретирует реальность, поступки других людей, что он все судит лека всхуд, он все судит в сторону улучшения, и поэтому у него все хорошо. Все, друзья, удачи, успехов. Кроме этого, кроме этого, есть еще один очень важный аспект такой, что та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. И когда человек гневается на кого-то, когда человек раздражается, когда он недоволен, когда он пессимистично смотрит в будущее, то этим самым он создает ту реальность, которая потом на него приходит. Поэтому будьте позитивными, радостными и с Божьей помощью, чтобы у вас было все хорошо, потому что я считаю, что у нас вообще идеальные уроки, с Божьей помощью, прекрасная платформа ВАИКРА, Анна Якименко вообще молодец, Галина Нивня просто молодец, Инна Хопта вообще молодец, Илариона Эрдман просто вообще сказка. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, всем пока.